Эй, дорогой, подходи, покупай овощи, фрукты, что самое вкусное, у тебя такого вкусного, даже мама не пробовала, какое у меня вкусное. Подходи, мой дорогой, смотри, пробуй, трогай, делай всё, что угодно, вот что хочешь, говори, хочешь аджика, хочешь муджика, хочешь ладжика, всё, что угодно есть, понимаешь, морковь русский, картофель, белорусский, арбузный русский, что угодно тебе сделаем, дорогой мой. Хочешь, я не знаю, вот яблоко, такое вкусное яблоко, даже Адам и Ева в руках не держали, но теперь ты подержи. Ну и что такое, Роджер Джан, яблоко не нравится? Да нет, очень вкусное яблоко, просто у меня такой вопрос, как ты здесь разместился? Роджер Джан, вот послушай, я к тебе всегда по-человечески относился, всю минуту нашего с тобой знакомства. Ты мне скажи, дорогой мой, ты почему вот меня вот тут вот так вот со мной обращаешься? Я здесь 10 лет овощи торгую, а ты меня налоговый пугаешь, тебе не стыдно, Роджер Джан? Ах, нет, нет, ты чего? Я просто хотел спросить, как так? Ты внутри Майнкрафта разместил эти предметы, и они здесь так вот стоят, и ты здесь всё это торгуешь? Роджер Джан, понимаешь, у меня друзья есть везде, понимаешь? Вот так вот бизнес расширяем, сферу злая деятельность, и теперь и в Майнкрафтах, и Маккрафтах везде работаем, ну понимаешь, да? Есть у меня брат, понимаешь, он из Европы привёз, называется такой инструмент Armour Stand Tools. Ты только никому не говори, понимаешь? Бизнес, он такая штука, конкуренции не терпит. А можно мне его? Сколько он стоит? На, Роджер Джан, всему тебя учить надо, на спигу заходишь, скачиваешь, устанавливаешь бесплатный он! О, хорошо, спасибо тебе большое. Ай, Роджер Джан, для тебя ничего не жаль, как все что угодно сделаем. И только это, овощи купы. Ха-ха, ну всем привет, с вами Роджер Класс, и сегодня мы познакомимся с таким замечательным плагином, как Armour Stand Tools. Так что же это всё-таки такое? Ну, изначально плагин использовался для создания и кастомизации арморстендов, то бишь стоек для брони. Если раньше нам требовалось использовать командный блок для того, чтобы создать арморстенд, у которого нога смотрит влево, рука вправо, голова вообще куда-то наверх, то теперь достаточно лишь просто скачать плагин и редактировать стенды прямо внутри игры. Короче говоря, вещь действительно крутая и стоящая. Я использую этот плагин для создания интерьеров. С ним легко можно сделать разные бутылочки, баночки, скляночки на кристалл едой и даже изобретать какую-то мебель. Всё легко скачивается, настраивается и создаётся. Достаточно немного терпения и прямых рук. Тогда можно сделать действительно всё, что угодно. Для начала нам необходимо скачать плагин. Переходим на официальную страничку плагина на Spigot.mc. Вы меня спросите, Роджер, почему снова этот Spigot.mc? А я отвечу, да потому что. Потому что здесь можно безопасно скачать плагин без всяких там вирусов. Да и к тому же именно на Spigot.mc, как правило, разработчики укладывают самые новые, самые свежие версии плагина. Да, плагины будут на английском. Но, как известно, English is the most popular language in the world. Хе, ну вы поняли. Итак, нам необходимо определиться с версией. Играть я буду на 1.15.2. Соответственно, мне нужна версия, подходящая мне. Сайт нас встречает вот такой красивой синей кнопкой скачать сейчас. Но её мы сжать не будем. Почему? Потому что, как мы можем прочитать ниже, нажав её, у нас скачается плагин для версии 1.17 и выше. Так что нам это просто не подходит. А вот если вы играете на 1.17 и выше, то смело и уверенно тыкайте прямо на неё и будет вам счастье. А вот мне, как я думаю и большинству моих зрителей, нужно будет опуститься чуть ниже. Здесь нас встречают две гиперссылки. Одна для версии с 1.13 по 1.16, а другая для версии с 1.8 по 1.12. Вот, честно сказать, особых разниц между этими 2 версиями в игре я не вижу. Так что смело, смею предположить, что изменения в них были чисто технического плана для переноса плагина на новую версию Майнкрафта. А так управление и настройки почти, ну, ничем не отличаются. Жмём на первую гиперссылку для моей версии и скачиваем. Вауля, jar файл появляется у нас прямо на рабочем столе. Переносим в папку плагин с нашего сервера. Сервер у меня, кстати, локальный. А как создать локальный сервер, вы посмотрите у меня на канале. Поэтому я просто закидываю файлик в папочку, располагающуюся на моём компьютере. А вот если у вас сервер стоит на хостинге, то вам придётся воспользоваться FTP-клиентом. Например, файл зилы. Но это, я думаю, вы и без меня уже давно знаете. Итак, плагин в папке plugins. Значит, можно запускать сервер и проверять. Вот мы и здесь. Введём //pl, плагин отображается зелёным цветом. А значит, что он успешно установился. Для начала нам нужно создать сам armor stand, с которым мы будем работать. Введём //ast. У нас магическим образом изменился наш стандартный инвентарь на инвентарь управления нашими armor stand'ами. Для того, чтобы вернуть свои пожитки, снова ведём ту же команду. И как видим, всё слава богу на месте. Ура! Создадим же armor stand. Команда //ast. В первом слоте инвентаря мы видим стойку для брони. Нажмём её правой кнопкой мыши. У нас появляется вот такой вот стенд. Куда бы мы ни бегали, ни летали, он будет нас преследовать как маньячина какой-то. Для того, чтобы наконец зафиксировать его, просто нажмём снова правой кнопкой мыши по месту, где он будет стоять. Например, вот тут. Прямо посерединке нашей минималистичной эмблемы МБА. У нас есть armor stand. Давайте попробуем его изменить. Для этого во втором слоте инвентаря располагается вот такая красивая звёздочка. Возьмём её в руку и нажмём, наводя на наш armor stand. Слева мы видим вот такой вот крестик. Это инвентарь armor stand'а. Соответственно, голова, руки, туловище, ноги и ступни. Сделаем, например, из него рыцаря. Оденем в броню и дадим какую-нибудь красивую голову. Бжух. Лёгким движением в руки при помощи плагина Head Database я получаю голову рыцаря и размещаю на манекене. Вот такой вот у нас получился чувачок. Для полноты картины дадим ему в руку меч и щит. Отлично. Можем его кастомизировать. При помощи таблички зададим имя. Допустим, его будут звать лорд. А при помощи головы мы можем дать ему голову со скином того игрока, ник которого мы знаем. Допустим, дадим мою голову. Да. Так он определённо больше похож на лорда. Мне нравится. Золотой самородок отвечает за видимость и невидимость армор стенда. Если нажмём на него, то заметим, что сам стенд пропал. А вот всё, что на нём было, осталось. Благодаря этой фишке я и создаю предметы интерьера. Воспользуемся пером. Как видим, армор стенд снова ходит за нами. Таким образом мы можем его перемещать. Светящаяся пыль это клонирование. Можем сделать целую армию из роджер-классов. Но я такой один неповторимый, поэтому не стоит. Кстати, как видим, удаляются армор стенды простым ударом. Алмаз. Это создание командного блока, в котором будет находиться вся информация об этом стенде. То есть, мы, например, можем сделать такое на сервере и при помощи команды перенести на другой, где этого плагина даже и в помине не было. И у нас будет точно такой же манекен. При помощи стрелы мы можем включить и отключить руки. Я без руки. Хм, да, это больше похоже на правду. Полублок отвечает за включение и выключение плиты под армор стендом. Изумруд отвечает за размер манекена. А вот теперь он, например, мой сын. При помощи слезы гаста мы можем включить и отключить гравитацию. То есть, если мы его поднимем и включим гравитацию, то он упадет. А вот эти два параметра, как по мне, самые важные. Арбузик будет отвечать за то, чтобы наш армор стенд стал неуязвимым. И ничьи шаловливые ручки, в том числе и ваши, не могли бы его сломать. Рекомендую всегда включать этот параметр. А мотыга отвечает за блокировку инвентаря. Она у меня сейчас выключена, а значит я могу свободно снимать с него вещи и одевать. Если мы включим мотыгу, то наш манекен станет непреклонен перед нашими домогательствами на его имущество. Светокамень отвечает за свечение нашего манекена. В общем-то, вот и всё по настройкам армор стенда через гуи меню. Да, немного, но это и не столь важно. Самое интересное у нас впереди. Переходим к другим настройкам. При помощи сгустка магмы мы можем поворачивать наш манекен на 360 градусов. Для этого зажмите правую кнопку мыши и проведите по телу манекена сверху вниз и снизу вверх, да как вам удобно. Выберите удобную позицию и отпустите кнопку. Ножницы отвечают за расположение манекена по координатам X, Y, Z. Возьмём первые ножницы, наведём на манекен и зажмём правую кнопку мыши. Видим, что у нас кто-то далеко уехал по координате X. Для того, чтобы вернуть его на место, нажмём Shift, ну, то есть надо присесть, и снова ножницы. Манекен успешно двигается в обратном направлении. Ту же схему можно проделать и с остальными ножницами. А теперь ещё больше интересного. Возьмём какой-нибудь предмет из предложенных в руки и нажмём левой кнопкой мыши, как бы ударяя куда-нибудь по воздуху. Таким образом мы меняем инвентарь настроек на другой. Здесь мы видим обычные факела и редстоун факела. Они отвечают за расположение рук левой и правой, щитом и мечом соответственно. Тут всё работает так же, как при повороте. Тут уже можно спокойно экспериментировать с положением рук. Придадим ему какую-нибудь интересную позу. Вот это мне нравится. Снова изменим инвентарь нажатием левой кнопкой мыши. Косточки и палочки отвечают за ноги. Так же левая и правая соответственно. Сделаем так, что он будет у нас немного маршировать. Снова меняем инвентарь. Тут у нас блоки надзелитового кирпича, который отвечает за положение тела. И тыковки, которые отвечают за голову. Может так же поиграться и с ними. По-моему вышло очень живенько и интересно. Таких чубриков можно разместить где-нибудь на поле битвы и сделать иллюзию настоящего сражения. Снова нажмем левой кнопкой мыши и видим, что на этом все настройки собственно и заканчиваются. Да, это всё. Ну, то есть вообще всё. Больше с этим плагином особо ничего не сделать. Хотя, на самом деле это не так. Вот например при помощи тех же армор стендов я создаю мебель. Ведь вполне интересно, согласитесь. Можем подытожить. Армор стенд тулс это крутой и очень простой в использовании инструмент. При помощи которого вы можете создавать всё что угодно. Вас ограничивает только ваша фантазия. Поэтому я желаю вам хорошей фантазии и конечно прекрасных работ. Спасибо за просмотр. Эй, Роджер класс. Я не понял. Что это такое происходит? Ты за Джейм всем рассказал про армор стенд тулс. Ко мне теперь клиенты вообще не ходят. Очереди нет вообще никакой. Все говорят. Ай, да мы сами такое умеем делать. Ай, нас Роджер класс научили. Ай, мы можем сами предметы ставить как хотим. Что ты обещал никому не рассказывать про армор стенд тулс. А всем расстрипал. Ах ты такой человек вообще плохой. Ай. Я тебе сейчас вообще нагоню и тебя. Ай, как это шамар. Ну понятно тебе Роджер класс. Так. Так это. Как это шайтан машина работает. А вот. Вижу, вижу. Так разобрался. Внимание. Все смотрищие меня вот люди. По ту сторону украина. Роджер класс теперь находится у меня в плену. Мои условия таковы. Ставите лайк этому видео. Подписывайтесь на канал. И тогда возможно он выживет. Ничего не гарантирую. Я подумаю. Посовещаю с остальными своими друзьями ребятами. Знаете, связей у меня много. И мы посмотрим. Ну как. Как по активности будет. Да. Усвоили материал. В общем. Это все. Мои условия вы услышали. Остальное за вами. Я жду. Он. Я думаю тоже ждет. Продолжение следует.